Всем привет! С вами канал Отдых и путешествия Фреддитс Тур. Продолжаю рассказ о Черкассах. Расскажу вам о жилье в Черкассах. Первый раз в Черкассах. Мы были в прошлом году летом. Останавливались в отеле Днепр. Номер тогда стоил 500 гривен одна ночь. Был включен завтрак. Сразу скажу, что завтрак был очень вкусный. Нам понравилось. Место расположения отеля, скажем, не настолько удобное, как хотелось бы. До центра было идти минут 15. Номер отеля, хотя это и 4 звезды, был очень простой. Даже чересчур простой. Никаких особых удобств там не было в номере. К сожалению, фотки именно номера не сохранились с прошлого года. В этом году мы решили сэкономить. Заказали квартиру в агентстве Парк Авеню. В этом агентстве квартиры в Черкассах посуточно. Цена начинается от 250 гривен и выше. Есть однокомнатные, двухкомнатные. Разные категории квартиры. Мы остановились на самой дешевой квартире. Она стоила 250 гривен в сутки. Почему мы решили ее взять? Она была в самом центре. До торгового центра Любава. Самого крутого в Черкассах. Там буквально 2-3 минуты пешком. Его даже видно из окон этой квартиры. Квартирой, скажем так, мы остались довольны. Все необходимое в квартире было. Мы там не находились круглосуточно, потому что постоянно были на экскурсиях в городе, на пляже. Поэтому интерьер квартиры нас как-то интересовал меньше всего. Машину ставили спокойно во дворе. Ничего с машиной не случилось, слава богу. Также машину можно ставить бесплатно в паркинге ТРЦ Любава. Также я вам говорю, что это 2 минуты от этой квартиры пешком. Были очень жаркие дни. Воздух раскалялся, я не знаю, до 40 градусов, наверное, на солнце. И возле ТРЦ Любава есть скрытый паркинг. И в крытом паркинге, если мы никуда не выезжали, то машина стояла абсолютно бесплатно. Что для Киева, конечно, нереально просто. Но Черкассия отличается тем, что здесь цены демократические. Во всех кафе, барах, ресторанах цены приблизительно на 20-30% ниже, чем в Киеве. А что не скажешь о продуктах питания. Продукты питания приблизительно в одну цену с киевскими. Самый дешевый обед мы нашли, как ни странно, в ночном клубе Манхэттен. Ночной клуб Манхэттен также расположен в ТРЦ Любава на последнем этаже. Днем поднимаются шторки и можете наблюдать вид из окна на улицу. К сожалению, там строится рядом дом, поэтому там видно стройку на улицу. Но когда дом достроится, то будет очень красиво. Комплексный обед на одного человека стартует от 37 гривен. Самый дешевый 37, самый дорогой 45. Ну, мы брали самый дорогой обед за 45. Он включал первое, второе, салат, чай или лимонад на выбор, плюс на десерт сырники. Это все за 45 гривен. Да, забыла отметить, что от квартиры, которую мы снимали, до городского пляжа Ривьера, было идти где-то минут 10-15. Но мы не брали квартиру именно с целью ходить каждый день на пляж. Если вы имеете цель каждый день ходить именно на пляж, то очень много квартир есть в домах, которые пляж через дорогу. И из окон вам будет видно пляж. Всем спасибо за просмотр. Если видео было для вас полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok